всем доброе утро у нас утро очередного дня и на зар дейн парадайз и мы готовы к нашему следующему приключению идем на остров маупите 45 морских миль и это один из промежуточных островов по пути на острова кука мы сейчас выходим из уже барьерного рифа вот с левой стороны разбиваются волны мы сейчас как раз находимся находимся в канале справа от нас тоже барьерный риф и вот этот выход называется канал пай пай итак вот там вдалеке это райотея а вот здесь вот сбоку если посмотреть это бора-бора а идем мы вот туда на маупите ни хрена себе этот но у пить и он же высоченный остров он такой как бора-бора я не поменьше наверное но все равно очень высокий круто я думал это а то такой внутри плоский там были на плоская деревня посредине и все а там именно реально высокая гора класс нравится вот этот высокий великолепный остров и вот мы идем сейчас прямо точно не понятно где здесь вход но там я вижу разбиваются волны на камере еще не видно короче где разбиваются волны скорее всего вот где-то там и будет проход в общем очень непонятно как сюда сейчас заходить подойдем ближе будем смотреть потому что карт нормальных нету ну там понятно что вроде как бы есть осмотрел по глубинам все окей но там очень узкий проход что около 100 метров всего ну как-нибудь залезем я думаю есть там разрыв в общем говорят что сюда достаточно стремный заход мы сейчас будем сюда залазить потому что очень большие волны очень большие и очень узкий проход и вот ты туда смотришь как эти волны там вот идут я ближе буду я покажу но они там и прямо и сбоку и везде в общем везде это есть мы сейчас будем идти вот по карте и . захода вот у нас здесь мы сейчас чуть-чуть еще дойдем правее чтобы идти вот этой розовой полосочки вот смотри да вижу да ужас ужас просто какой-то мрак ужасно Ну вот мы уже проходим Сандуй, это еще место, конечно. Ну что, как это? Это пи***ь. Жип-жип. Слушай, у нас скорость была 1,4 узла, мы идем в 2,5 тысячи оборотов, 1,8 узла. То есть мы зашли, у нас было 5,6. Это просто дракомиссия какая-то. Не, ну видишь, мы чуть-чуть еще отливало. Ну не чуть-чуть, а конкретно, я думаю, еще пару часов бы отливало точно. Ну здрасте, если написано, что в 5. Ну в 5, ну еще же будет отливать там после 5 часик, наверное. Вот типы смелые, смотри. Не, ну эти же на пауэрботике их зачем, едут себе. Очень сложно сейчас идти. Во-первых, мелко, 6 метров под нами. И здесь теперь вот вся вот эта акватория, которая будет, она вся такая мелкая. И тут иногда такие, как шоу, такие там по 3 метра, 2,5, 2,5. И ты такой едешь и смотришь, где так проехать, чтобы не ехать по мелкому. Здесь он 3 метра. Здесь он 4 метра. Я вот так вот объезжаю, чтобы не ехать по совсем мелкому. О, мой народ плавает. Здесь я так понимаю, это все уже местные живут. Вот здесь уже такое. Вот смотри, молочня там какая-то плавает. Здесь хотя бы хорошо есть латеральные буи. Их достаточно много. И видно, как вот куда идти. Но, тем не менее, все равно здесь достаточно стрёмно. Потому что посреди даже канала есть очень мелкие места. Слева лодочка стоит. Я думаю, что нам вот где-то в ту сторону, где вот лодка как раз и нужна. Он стоит там, где дайв спорт. А вообще здесь, конечно, супер красиво. Такая голубая вода спереди. Где вот эти вот скалы, торчащие в небо. Такие прямо высокий остров. Великолепный. Давно стоит, никому не может. Там песчаная коса. Песчаная коса. Мы здесь везде поездим. Десять метров. Ну, я считаю, что плюс-минус место великолепное. Так, проверяем. Чтобы не было никакой ху...ты тут. Или еще проехать куда-то? Я еще проехал. Вот мы и стали. Маупити. Десять метров глубины. Стоим великолепно. Я же здесь шестьдесят... А? Все, мы стали на якорь в этом великолепнейшем месте. Здесь очень и очень красиво. Во всяком случае, мне нравится. Посмотрите. Якоринг тут стоит еще одна лодочка. Это entrance. Туда выход идет. Какие-то мели, там, сент-бенки, на которые мы обязательно поедем. А здесь возвышается такая великолепная гора. И все это внутренняя лагуна. И ровненько, красиво. А самое прикольное, что у нас из кокпита будет Sunset View. В общем, друзья, великолепное место. Поэтому мы сейчас открываем баночку пива. И у нас предзакатный дринг. Сейчас у нас пять с копеечками. А в шесть, в 5.45 у нас идет заход солнца. Поэтому будем наслаждаться красотой. А завтра мы вам будем все показывать. Мы хотим здесь, на этом островке, побывать и постоять какое-то время. Потому что ветра нет. Чтобы дальше идти, будем ждать погоды. Ты довольна? Варимач. Требиен. Здесь это называется, Дина. Требиен. Белый песочек везде нравится. Стоя агрессивная. Злая, злая. Вон Бавария, 46-я, стоит. Мы им сказали, ребята, вот у нас есть интернет. Мы его выставили сюда, направили в их сторону. Если достанет, развлекайтесь. Мы его соб��세요. Волон Бавария, 47-я. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, эту часть нашего видео мы назовем ныряние разочарования А все очень просто, потому что все соседи и все люди, с которыми мы общались ранее, говорили, что Маупити это настолько великолепное место, что здесь можно понырять с Монтерей И этот буй, который мы взяли и на который мы пришли, это как раз то место, где можно часто встретить Монтерей Это большие скаты, которые могут быть там около 4 метров размеров И мы очень хотели их увидеть, потому что я когда-то один раз их видел на Бора-Бора еще в прошлой кругосветке А Дина, я не знаю, видела ли, но думаю, что увидеть хотела бы очень сильно Так вот, мы приехали на этот спот И нашему разочарованию не было предела Потому что, несмотря на все заверения, что здесь этих Монтереев хоть уешься Мы не увидели, к сожалению, ни одного И мы на этот спот приезжали 3 или 4 раза И даже рядом с нами приезжали ребята, которым мы раздавали Wi-Fi И они говорили Да, мы здесь ныряли, мы только что видели этих Монтереев Но мы, когда ныряли, не видели ни одного И вот сколько раз мы здесь были, ни разу мы не видели Но мы решили не терять времени даром И, кстати говоря, если вы не знаете, как нырять в опасных местах Особенно если у вас ограниченное количество людей То не обязательно иметь тузик поддержки Который будет за вами следовать Можно просто взять и привязаться к этому тузику И вместе с тузиком сплавляться по, скажем, на выход из Атолла Так нам посоветовали еще на Туамоту И мы взяли эту практику Поэтому мы решили поехать и посмотреть на акул Которые обычно всегда есть на выходе из Атолла Но здесь дайвинг был, конечно, полный отстой Потому что ни Монтереев на том споте, который нам понравился Никаких акул И вообще ничего интересного, что можно было бы смотреть под водой Мы здесь, к сожалению, не нашли Поэтому мы поставили галочку Что мы здесь на Маупите это сделали Посмотри сбоку У нас есть миссия Мы сейчас едем вот на тот остров И посмотрим, что же там интересного мы можем увидеть Такими у него острые Не говорай Прикреплите Такой Серьезное отвечение Ого, течение Там еще чувачки на лодке тоже какие-то местные Сейчас Кинь просто его туда подальше и все Я услышала тебя Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь, конечно, красиво, дикая природа Я полетал только что над этими огромными волнами Пока мне все нравится Ой, акула висит на палке дохлая Идемте, покажу Это Black Tip Shark Ну что, лезем в кусты Посмотрим, что здесь Прикольно Пальмы такие сухие, смотрите Прямо джунгли-джунгли Домик Робинзона Free Accommodation Заходи, кто хочет Живи, как хочет Здесь на этих островах нету никаких ядовитых змей Ну или Я искренне надеюсь на это Потому что Их здесь быть не должно Посмотрите, пальмы какие Такие многослойные А это сторона, которая у нас выходит Как вы понимаете Вот на закат Красивое место Но ходить здесь очень сложно Потому что Видите, какие острые камни То есть если Вот кроксы для этого идеально подходят Ничего себе, что здесь такое есть Бар Ну он, естественно, закрыт Но тем не менее Когда-то здесь был бар Это совершенно глупый краб Смотрите У него дырка в ракушке И в дырке видно его тельце То есть В принципе Любой клюв в него И все И до свидания Вот это глупая Ого Клешня Ну Норы Какая голова Клешня Субтитры создавал DimaTorzok Так, выходим на улицу О, очень важный момент Мусорники есть Для общего мусора и для ресайклинга Здесь, кстати, это достаточно большая проблема Чтоб вы знали Телефонная будка Закрытая дорога То есть мы здесь живем в тупике Понятно Ну что ж Посмотрим, что здесь В этой великолепной деревушке Продается Такая скала в небо Обратите внимание, насколько здесь чисто Здесь вообще ничего не валяется Здесь все дорожки и все газоны Все выметены И ни листочков, ничего Это вообще редко бывает Когда вот в таких местах Обычно все такое погрязнее А здесь прямо чисто-чисто А вот так живут местные жители Это, правда, дом заброшенный Но он, в принципе, не сильно отличается от жилого Да ладно Боже, какие тут восхитительные манго Вообще идеальные Думаю, мы сюда придем Смотри Тут у многих красивые сады Полные растения И помыть после этого манго Засрался? Ну, вообще ужас какой Ни в чем себе не отказывал Ну Интересно, здесь вообще супуск к воде есть? Думаю, что одни пирсы я смотрю Может тут обрыв просто к воде? Вот такой Вон там ступенечка есть Вода бирюзовая вообще Здесь традиционно держат лодки Чтобы они не обрастали Как раз я вам раньше показывал Вот эти колеса, на которых их все поднимают Здесь все такие Смотрите, какая штука Здесь вот есть паилка И вот какой-то Видимо, изначально, если хотите А сейчас я потуху Если хотите купить воды Надо было прикладывать карточку Вбивать код А сейчас, видимо, сделали воду общую Смотри, оно на... Солнечной панели На солнечной панели работает Такой красивый дом Цветы в цвет дома Я так понимаю, школа, наверное, здесь? Церковь Самое большое здание Ну, католик И смешно другое Смотри, церковь с якорем Только для моряков For marineros only Смотри, тоже сад растяган У них потом вырастет И будет тенистое все Даже большие будут деревья А может, это уже... Такие есть Слушай, ну, здорово Это самое большое здание, наверное, здесь Города, потому что Судя по всему Здесь, наверное, и полиция И мэрия И больница И там пожарные спереди стоят Все здесь Air Tahiti Офис Air Tahiti Здесь, кстати, есть аэропорт Но он на отдельном моте Ну, он как бы Через дорогу Нужно лодкой потом ехать забирать Вот, кстати Место, которое называется Бубуль Магазин? Ну, пошли зайдем Посмотрим, что там За магазин великолепит Он, видишь, наверное, не работает Он до 12 и потом С 16 до 17.30 Вот написано краской Магазин Там не до 15 Короче Островок Богом забытое место Но очень чистенький Очень ухоженный И, в принципе Я даже Не знаю Делать там особо нечего Разве что Может Ну, просто выехать Посмотреть Или заехать там В АТМ Денег снять Ну, вот это вот Наверное И все, что здесь Можно делать Ну, может Какой-то базовый Провиженинг Можно купить Даже там Пивной ларек был Какой-то Можно пиво купить Ну, такое все очень базовое Очень простое Велик на прокат Можно взять Объехать вокруг острова Наверное Ну, мы за полчаса прошли Где-то Треть острова Пешком Поэтому я думаю Что это не самое веселое развлечение Мы сейчас приехали На точку Которая находится Возле выхода Вот Выход из Атола Или вход Как вам больше нравится А это Гора Наша великолепная Здесь находится На ней что-то горит О, какое дерево Прикольное Это не дерево Это растение Паразит его Плело Да? Да Класс Дерево там практически Не видно Под ним Дина там Зарывает якорь Со всех сил В общем Вот такая здесь красота Прикольно И полетать дрончиком И вообще Время просто На пляже провести А где его еще проводить? Не знаю Здесь нормально Прикольно На пляжике Идем Идем Непонятно Может там эти Лежат Как они Типа Подушечки Сарай Для копры Нет Такое Вот эти Ветские Ну да Да Футоны Туда класть Кокосы валяются Вот кокосы А спереди Такой небольшой Стенд Вот их Рубят Достают туда Копру Кладут И она высыхает Здесь видимо Раньше был Какой-то Резорт Смотри Мангал Есть Мангал Мангал Можем сюда Приехать Сосиски Пожарить У нас Сосисок Нет Значит тебе Придется рыбу Поймать Нет Смотри Там явно Рыбное место Там рыбаки Ну да Может и стоит Съездить Разочек Все На этом Пляжике Надоело Он конечно Красивый Нравится И течение Нравится И гора Великолепная Но я думаю Что на сегодня Хватит Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова 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 начинается эта дорожка вот так ничего особенного пока в гору не ползем но мы видели что надо будет ползти по веревкам даже лез наверх поехали по склону может я надеялся что здесь вся дорога наверх будет чуть-чуть со спуском и будет удобно ну вот и вот и все это не наш там деньги уплывают а да вот напитки а 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 ну что у нас небольшой привал тяжело идти жарко не устала а отдохнули идем дальше то судя по всему люди так устали сели здесь такое и за три часа сложили эту конструкцию инсталляция и и и и и инсталляция дополнительный м Ну что, вылезли? Вылезли. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну что, хватит этого великолепного места, идем вниз. Понятно, с какой стороны держать. Ну здесь как минимум живописнее. Ну, давай, беги. Со сложным участком пути покончено. Теперь тот, который полегче, поровнее и уже будет идти до самого-самого низа, уже до деревни. Когда мы поднимались, мы пропустили эту смотровую площадку. О, лодочки стоят внизу. Красота. Вот мы и вышли из этого, из этой чищобы. У нас дорожка теперь ровненькая. Большой такой был. Присылка этих оттенеров при вас. Вот это вот городской пирс Маупити. Со стороны воды церковь. Вот там церковь, там почный полицейский участок. А это вот пирс, к которому мы сейчас едем. Он, кстати, такой цивильный, я смотрю. Прямо вот цивильный, цивильный. Вот здесь на почте это все выглядит вот так вот. Бетонные, утилитарные лавочки. Хорошие лавочки. Хорошие лавочки. Банкоматик. Такие симпатичные. Да, эти боксики почтовые. Их сейчас загружают, там звук такой. Здесь есть этот пандус. Не, ну это обязательно, все-таки это французский от Ромер территорий. Поэтому такое даже неудивительное рано. И мы сейчас идем в магазин. Мы сняли 100 долларов. Сейчас я вам покажу, как они здесь выглядят. Вот так вот. Тоже 10 тысяч французских франков. Французско-полинезийских. Красивая бумага. Да-да-да, полинезийская, с полинезийскими картиками. Она вообще новая такая. Свеженапечатанная. Прямо банкомат печатал. Там внутри стоит печатный станочек такой маленький. Ты так вводишь пин-код, и он тебе такой пиво, и сразу распечатку делает. На бунормальной бумаге. Свежак. Так, ладно. Мы теперь богатые люди. Можем себе позволить купить... Сколько на эти деньги? Например, пиво можно купить. Четыре пачки. Четыре пачки пива. Нет, я думаю, здесь пять. Вот сейчас узнаем. Короче, ну не эта цель. У нас закончилась вода и молоко. Потому что мы планировали быть уже на Кукайленде. Но так как здесь вообще вот такое вот великолепное место, мы решили... Еще нет ветра, давай по чистоку. Ну, послезавтра будет. Мы пойдем на следующий Атол, 100 миль. И пока стоим без ветра, пережидаем. Не страдаем по этому поводу. Нет, не страдаем. Здесь, посмотрите, в городе везде все заметают. Ух ты! Кренажерочка. Разобранный. Ну, здесь видно гараж какой-то. Значит, в гараж отвезли. Здесь в теньке можно следить. А это у них так хоронят любого. Да, во дворах прямо кладбище. Мы пришли еще к одному магазину. И выглядит он вот так. Что это такое? Вот так выглядит этот магазин. Мы снимаем через закрытый забор. В общем, кроме пивного ларька, как я и говорил, ничего здесь купить нельзя. А вот смотри, как я говорила, когда весь дворик полностью в захоронении. То есть, вместо всего двора. В общем, вот такая здесь печальная история. И ничего здесь из провиженинга не купить. То есть, в этом магазине, в который мы зашли до того, мы решили купить воды. Воды у них нет. Молоко только сухое. Такое у нас есть. Сухое? Ну, у нас есть на всякий случай, когда-то покупала. Короче, пачка сухого молока у нас есть на лодке. Здесь только такое. Живого, ну, обычного жидкого нету. И еще Дина решила купить такой замороженный горошек. 15 долларов за пачку. Короче, я не знаю, что они здесь едят. Сережа наругался, и мне пришлось его выложить. Конечно, за 15 баксов, блин, горошек, я вообще не знаю. Я тебе рыбы наловлю за 15 баксов. Лучше ешь рыбу. Ну, я думаю, что так и будет. Хорошо, что у нас яроскоропная и консерв на грибла, пока мы были в Таити, много. То есть, у нас, в принципе, стратегический запас всяких консерв очень большой. Хватит, я не знаю, наверное, на месяц. И это все-таки френч от Ремер, здесь еда есть. Только на что мы будем мазать паштет? Мы будем мазать паштет на тунца. Аверана, в ларек. Ну что, тут есть? Покупают. Консервы вот такие есть. Кукурузой, горошком и так далее. Лучше покажи, что мы купили. Это... Или вода. Сколько, по-моему, на мальчик? 12 бутылок мы заплатили по доллару за бутылку где-то. Мерси-бабуси. Это вот такие вот 50-долларовые бумажечки. Ну, еще осталось много. Ну, и вон у нас... И вот у нас три пакованчика пива. С молоком нам не повезло будем. У нас хорошо есть, там две маленькие пачки сливок еще, да? Сливки есть, да. И сухое молоко, я думаю, что это зато... Ну, может, еще в какой-то зайдем ларек там вначале был туда, может, подъедем, да, посмотрим, может, у них есть. Вот такой у них школьный автобус. Вот он идет, наш седежа. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы уже в Тузике стоим. Сейчас у нас задача поехать на дальнюю часть острова, но не на самую дальнюю, а вот туда. То есть это у нас сейчас... Ой, Дина тут запрыгнула. Короче, у нас остров, он такой, типа, кругленький. У нас, получается, это один угол, тот второй угол, и вот тот третий угол. Мы туда сейчас едем. Посмотрите за мной, какая великолепная лагуна. Это огромная, это несколько километров в длину, и вот такая вот голубенькая вода. И здесь глубина, наверное, где-то около полуметра, может, до метра. И мы едем, объезжая всякие каменюки, которые лежат. Кораллы, наверное, да. Кораллы. Тут прям настро насильно давают. Ну, сейчас. Здесь очень мелко. Здесь вообще почти вся вот эта часть уже здесь, я думаю, она не проездная. Вот туда есть все шансы. Дина там бежит, ты чтобы... А, ты в тапочке, да? Костяком я бы не пошла. Ну вот. А здесь вот такой вот пляж. Вот его там несколько километров в длину. Это самая дальняя часть острова. Да. Такой великолепный пляж. Никого нету, просто дикий. Такой великолепный пляж. Как только лет. Такой великолепный пляж. Такой великолепный пляж. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»